Мы находимся на небольшой улице с северной стороны города, найти которую оказалось непростым испытанием. Она находится между улицами Кряжева и Смоленской. Уже 60 лет улица носит имя участника обороны Севастополя, пулеметчика легендарного 11-го дзота, краснофлотца Алексея Владимировича Калюжного. Алексей Калюжный родился в 1920 году в Кировоградской области в семье крестьянина. Осенью 1940 года был призван на Черноморский флот и направлен в Севастополь, в электромеханическую школу учебного отряда. В начале Великой Отечественной войны из личного состава школы был сформирован батальон. Первая пулеметная рота которого заняла позиции на подступах к Севастополю. В эту роту входил и дзот номер 11. По всей стране разнеслась весть о славном подвиге героического гарнизона дзота номер 11. Трое суток отважные моряки-комсомольцы Григорий Доля, Василий Мудрик, Алексей Калюжный, Дмитрий Погорелов, Владимир Радченко и Иван Четвертаков во главе с командиром отделения Сергеем Раенко отражали бешеные атаки врага. Герои дрались до последнего патрона. До последнего вздоха. Гитлеровцы овладели огневой точкой, когда там не осталось в живых ни одного защитника. Это строки из книги «Великая Отечественная война». Все защитники дзота, за исключением раненого Григория Доли, отправленного за подкреплением в тыл, погибли. Когда враг был отброшен, в противогазной сумке краснофлотца Алексея Калюжного нашли записку. Родина моя, земля русская. Я сам Ленинского комсомола, его воспитанник. Дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но знаю. Мы победим. Моряки-черноморцы, уничтожайте фашистских бешеных собак. Алексей Владимирович Калюжный перезахоронен в братской могиле героев дзота номер 11 на братском кладбище воинов Великой Отечественной войны, поселок Дергачи. Его имя занесено навечно в списке личного состава учебного отряда Черноморского флота. Ксения Богинская, Виталий Козловский. Все в информбюро.